Всем привет! Сегодня 24 августа, Московская область. Погода сегодня солнечная, но ветреная, причем ветер очень холодный. А я стою возле своих земляничных клубничных грядок и хочу показать сорта, потому что некоторые из них уже плодоносят. И самое главное, я хочу показать купчиху, потому что очень много у меня спрашивают, купчиха ли это. Заказывала я саженцы в русском огороде, 10 растений из 10 выжила, и высадила я 4 растения. Вот они. Раз, два, три, четыре. Кусты, конечно, мощные. По кустам очень похоже, что это купчиха, потому что лист темный, кусты очень большие, расстояние между ними это 35 см, но я жалею, что близко их посадила. Надо держать, наверное, 50-55 см, потому что растения реально мощные. Два куста из четырех у меня не цветет, усы не дают. Вот они вот растут, просто набирают вот эту свою листовую мощь, и все. Но два куста, скорее всего, почему они не дают? Ничего. Я имею в виду ягоды, потому что соцветия я выламывала на стадии доращивания рассады. Но здесь у меня сидит два куста, которые начали цвести. Мне говорят, что, описали зрители, что купчиха не может так поздно цвести, но она цветет, и ничего я с этим сделать не могу. И цветет, скорее всего, потому что она, я цветоносы не выламывала. Конечно, я не помню из десяти саженцев, у скольких я там выламывала. Ну, по крайней мере, вот два цветут. Вот такие у них красивые тоже крупные цветы, очень похожие. Саму купчиху я видела. Я пробовала ягоду. Вот уже ягодка вот такая зеленая. Сейчас поближе покажу. Я ждала, когда поспеет, потому что ягоду я знаю, видела, но цветоноса она хорошо вдвигает. Прям много уже здесь, наверное, цветоноса четыре выдвинула. И здесь, наконец-таки, я дождалась, когда ягода поспеет. Вот скажите мне, ну разве это не купчиха? Ну, ягода купчиха, это точно. Вот, я ее вам сейчас поближе покажу. Ну, купчиха это. Первую ягоду я собрала, она была красная, вот такой лопаткой. Вот, неровная такая, да, интересная, да, свойственная для купчихи. А это уже зреет, вот созрела сегодня вторая ягодка. Я ее буду пробовать. И что хочу сказать. Все-таки я считаю, что это купчиха у меня выросла. Вот они, ягодки. Я уже посчитала, на этом кусту у меня шесть цветоносов. Вот она выдвигает. Раз, два, три, четыре, пять, сейчас здесь еще, шесть. Даже больше. Вот, семь, восемь. Между прочим, мне недели две назад звонила фирма Русский Огород, представитель, и спрашивали отзыв о их саженцах. Я рассказала все как есть, что из десяти выжило четыре, но и все так далее. И сказала, что если это будет не купчиха, я выкопаю все эти четыре саженца, привезу их в магазин. Слава богу, у них находится не так далеко. Это Московская область, по-моему, в Щелковском районе они там есть у них, их магазин. И я привезу эти все саженцы и отдам. И пускай они тогда вернут деньги. Потому что вот так мучатся, ну как сказать мучатся, но все равно, да, столько сил потратить и вырастить эти растения, выходить, нужно так сказать. И чтобы это не был тот сорт, который я хочу, но это будет вообще. Вообще, я считаю, что производители должны следить, чтобы их сорта совпадали, а не так просто накидать каких-то, подписать наугад и все. Потому что человек же хочет, вот допустим, я очень хотела купчиху, вот, и я выходила из тех саженцев, которые мне привезли, из никаких сделала вот такие. Ну, в общем, вот такие дела. Так, еще сорт хочу показать. Это Шиндлер. У меня здесь три куста. Ну, конечно, он еще у меня не цветет. Дает только усы. Ну, просто усы. Вот хотите развести клубнику, землянику крупноплодную, берите Миза Шиндлер. Усов дает просто тысячи. Это уже все усы были срезаны, я уже ее рассадила. И вот представьте, еще она вот дает, как щупальцы просто. Это поздний срок созревания у этой земляники, поэтому еще ничего нет. Куст такой раскидистый, практически вот он ложится на землю. А листвы не столь много. Вот такой сорт. Ягодки нет, будет позже. Здесь у меня сорт. Это Альбион. Это ремонтантный сорт. Так, какой-то цветнышко. Такая, знаете, ягодка. Ну, очень красивая. Ну, вообще. Слов нету, какая она красивая. Вот так. Такой у нее товарный вид. Ягода сама крупная, глянцевая. И вкус у нее кисло-сладкий. Ой, сейчас солнышко село немножко. Наверное, видно будет. Нет. Тоже цветоносов у нее очень много. Вот раз, два, три. И цветоносы, знаете, на такой хорошей ножке. Красивые кусты. Вот, видите, они прям стоят на вот таких ножках. Вот три соцветия. Четыре. Пять. Вот, ягода очень красивая. Так. Дальше. Дальше тоже Альбион. Вот вкус небольшой. Сколько на нем ягод. Это уже сорт Монтерей. Тоже куст такой. Ну, он раскидистый. Листвы мало. Монтерей. Это тоже сорт ремонтантный. Ягодка уже более такая круглая, приплюснутая. Видите? Но она тоже очень красивая, глянцевая. Ягода больше, знаете, если в Альбионе все-таки киселенько чувствуется. Вот Монтерея больше сладости чувствуется. Тоже очень вкусная и пахучая. Цитоносов тоже. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот такой кустик. Это всего лишь один кустик. У меня сорт Азия. Это средний ранний сорт. Ягоды я еще, конечно, не видела. Вся земляника, которую здесь посажена на этой грядке, я высаживала поздней весной. В этом году поздней весной. Сорт Азия нет, конечно, ничего. Но усы дают хорошо. Вот. Вся в усах. Этот сорт я пробовала. Мне он нравится. Это полка. Средний-поздний сорт. Ничего не было. Только дает усы. То есть цветения нет. Но усы дает хорошо. Это у меня сорт Заря. Сорт Заря выращивала сама из семян. Ну что хочу сказать. Цветет они, конечно, массово. Кусты такие небольшие. Вот. Это вся она в ягодах. Вся в цветоносах. Вот здесь еще и еще. Дальше она будет свистеть-цвистеть. Но я все-таки думала, что Заря покрупнее. Но мелковатая ягода. Вот это в первой кисти пошли. Я думала, что и самые ягоды будут как покрупнее, как обычно. Потом умельчают. Но нет. Вот как они были мелкие, так они и есть мелкие. Хотя, знаете, она вот такая сладкая, такая пахучая. Вот. Все это, видите. Она все больше выдвигает, выдвигает. Вся в цветочках. Вся-вся-вся буквально. Вот. Вот. Ну, мелковата. Здесь сорт искушения. Я тоже выращивала из семян в этом году. Высаживала весной. Тоже ягода вкусная. По вкусу ничего прям сказать не могу. Она сладкая, такая пахучая. Все. Сладости больше, чем кислинки. Но мелкая. Опять мелкая. Ну почему? Я не знаю. Но хочу крупнее. Вот. Ну что это за ягодка? Это прям как земляника. Но цветоносов вообще. Вот. У меня один куст. Вот он, да? Сейчас я его соберу, чтобы показать. Вот он. Он такой раскидистый. Густа, листва густая у него. Смотрите, сколько цветоносов. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Я прям по кругу вам считаю. Тринадцать. Здесь четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. Семнадцать. Восемнадцать. Хотя вот, знаете, ну ягоды, ягоды. Зато смотрите, сколько много. Ну пускай она мелковата. Я ж не на продаже. Ну посмотрю. В общем. Так. И здесь у меня вот два горе куста. Это я тоже выращивала из семян. Это клубника. Клубника гигант. Она тоже такая, знаете, по земле ложится. Два куста. И листва такая тоже крупная. Но ее немного. Усов дает очень большое количество. Не цвела у меня. Что очень странно. Она вообще должна уже и свести, и ягодку вообще-то дать в этом году. Но нет, ничего нет, только усы. Это уже у меня свежие усы, которые я высаживала. То есть брала от этих кустов усики. И вот таким образом я рассадила на черный укровной материал. В этом году я впервые пробую черный укровной материал высаживать. Обычно только земля. Кусты прижились все, кроме одного. Здесь, на этой грядке, все принялись. Абсолютно все. Вот. А на другой грядке сейчас покажу. А на этой грядке уже усы были, знаете, поменьше. И прижился только один. Вот выпад у меня один кустик. Но он был самый маленький. А все остальное, все нормально прижилось. Хочу сказать о землянике Копчиха, что очень сложно ее размножать. Честно вам скажу, она усы дает неохотно. Вот материнский вот этот куст, который у меня просто на земле сидит, он дал всего лишь один из четырех и два усика. Хотела показать грядка с земляникой. У меня здесь так лежат доски, чтобы трава сюда не залазила. Видите, она здесь чахнет. И открыла доску. Смотрите, что обнаружила. Сейчас покажу. Вот. Ход. Здесь или крыса, или крот. И он пошел в дом грядки всей. И знаете, почему он не зашел в эту грядку? Потому что здесь сетка. Мы при тем, как устанавливать высокую грядку, здесь у меня в одну доску, там заложили на дно сетку от кротов и от водяных крыс, которые у нас водятся. И он, этот зверь, не смог подрыть под грядку, потому что там сетка. И он просто пошел, смотрите, ход вдоль всей грядки. Вот здесь он шел. И все. Так что сетка, она спасает. Реально работает, потому что в прошлом году у нас не было сетки. И здесь творилось что-то невероятное. Здесь все было вырыто, потому что червей очень много, так как здесь органика и здесь кроты. Просто гуляли и веселились за счет сетки. Сейчас такого не происходит. И это сделано на всех земляничных грядках. Вещь отличная. Еще хочу кратко рассказать, как я ухаживаю за земляникой, чтобы листва оставалось чистой, красивой. Ну и тем более у меня растение плодоносит вовсю. Изначально, что в эту грядку открытую, что в ту, которая закрыта с фонбонтом, у меня заложена органика. Ее очень много. Земляника поесть, конечно, любит. Здесь ничего не скажешь. Затем раз в неделю, раз в полторы недели я проливаю точечно под каждый куст биогумусом. Не так давно, наверное, недельки-две назад под каждый куст я подкладывала переплевший навоз. Куст конский и полив. Или через каждые два дня. Это сейчас, потому что в Московской области пришло тепло наконец-таки. Грядки у меня подняты, поэтому они пересыхают быстро. И полив нужен частый. Все, будет полив, будет все. Вот так как земляника плодоносит, буквально через неделю я подкормлю гуматом калия. Обычным гуматом калия без добавок. И тоже точно под каждый куст проливаю примерно по литру этого раствора. Все, вот такой у меня уход. Да, так как земляника зреет, птиц у нас вообще полным-полно. Я когда, если меня нет на участке, в деревне я накрываю вот такой сеткой. Это специальная сетка от птиц. Я не знаю, это сетки уже лет 5, наверное. Вот до сих пор я ее пользуюсь. У меня на сегодня все. Я вам желаю всего самого хорошего. Пускай вас радуют ваши растения. Подписывайтесь на канал. И всем пока.